Ольга Полякова, вы живете? Не могу сказать, что у меня взгляд на это радужный. Могу сказать, что я смотрю с тревогой, потому что я вижу, куда все это катится. И вот Святослав Акарчук сказал, что пи на зи и де, и будут новые таланты. Но вы не забывайте, что за спинами звезд, за спинами артистов, еще существует целый огромный сектор людей, которые сейчас страдают от безработницы. Это работники, это танцоры, это музыканты, аранжировщики, осветители, звукорежиссеры, постановщики шоу и музыкальные коллективы. Все эти люди остались без работы. И понимаете, карантин, он не закончится для нас так быстро, как для других сфер. То есть мы же уже это видим. И эти все люди останутся без работы. Мы останемся без работы очень надолго. И все эти творческие прекрасные люди, которые десятками лет получали свою творческую профессию, будут вынуждены сменить профессию, уйти в курьеры, доставщики, таксисты. Или если им повезет, может быть, они уедут по профессии работать за границу. Что это значит для бизнеса в общем? Это значит, что мы откатимся назад на лет 15, потому что мы не сможем делать такие шоу, как мы уже делаем. Понимаете, ведь мы за все это время развились не благодаря чему-то. Нам никто не помогал никогда. Мы развивались вопреки всему. Понимаете? И только сейчас индустрия, которая стала на ноги, мы стали делать действительно конкурентно способный продукт, который может конкурировать за украинского зрителя и конкурировать наравне с российским шоу-бизнесом. Все это сейчас откатится назад, потому что люди просто массово будут менять свои профессии. Понимаете? И вот тут вот раздумывая об этом всем, я прочла в интернете план выхода, поэтапный план выхода из карантина. Так вот, понимаете, офисы начнут работать, бары начнут работать, рестораны начнут работать, метро начнет работать. А про шоу-бизнес, про культуру, про культурно-массовые мероприятия там не сказано ни одного слова. То есть мы, люди, которые собирают стадионы, которые являются рупорами сегодня, понимаете? Которые работают на Дне городов, на Днях сел, которые участвуют в акциях, в поддержку всего. Мы не существуем. Оказывается, понятий народных депутатов нас нет, потому что там нет ни одного слова о том, когда будут проводиться массовые культурные мероприятия, когда у нас будут. Вот девчонки рассказывают о том, что вот они очень страдают за зрителем. Да, понятно, но мы не только за ним страдаем, мы страдаем о том, что это у нас отняли единственный способ заработка. Единственный. И так ведь было всегда к культуре и вообще к шоу-бизнесу, не только к шоу, туда входит очень многое. Это и театры, это и кино, ну, понятное дело, индустрия культурная. К этому всегда было такое отношение, потому что у нас никогда не было помощи ни в чем. Я еще раз повторю, что мы развивались вопреки всему, а не благодаря чему-то. Залов нет, дорогов нет, законов нет, а главное, нету защиты. Если вспомнить двухгодичной давности мой концерт в Ровно, или там три, я не помню, сколько прошло, когда 200 человек в балаклавах с оружием заминировали зал, понимаете, и держали сотни тысяч, фу, сотни тысяч людей на улицах, детей и женщин, понимаете, был звонок по поводу того, что зал заминировали, всех эвакуировали, что это как не терроризм. Скажите, пожалуйста, где хоть одно уголовное разбирательство, хоть какое-то наказание, хоть кто-то понес за это, ведь не только я столкнулась с этой проблемой. Очень многие артисты переживали такие истории, понимаете, и получается, что нас не защищают, нас не замечают, просто нас не поддерживают никак. Весь сектор культурный остается без работы, и людям придется уходить в другие профессии. Если артистам большим, у них есть какие-то площадки, типа Ютуба, Инстаграма, где мы можем что-то заработать на монетизации, на рекламе, то есть мы как-то еще выкрутимся, то весь этот сектор поддерживающий, который делает всю эту работу, я имела в виду аранжировщиков, музыкантов, танцоров, звукорежиссеров, световиков, весь этот масштабное количество людей, они просто будут уходить в другие профессии. Поэтому я просто призываю их поддержать и говорить о том, что у страны нет денег на культуру, то есть на целый сектор, который делает конкурентноспособный продукт, популярный продукт, который влияет на миллионы, денег нет. Вы знаете, вот такое вот отношение, оно формирует потом отношения артистов, которые тоже перестают поддерживать государство, интересоваться его ценностями, и утрачивают всякую гражданскую позицию. Но потом, ну, потом, знаете, вот это вот все, вы разбираетесь, шоу-бизнес разбираетесь сами. Так было всегда. То есть люди, которые существуют в совершенно нечеловеческих условиях, потому что, еще раз повторюсь, залов нет, дорог нет, защиты нет, законов нету. Ну, а потом не удивляйтесь, что человек, который имеет влияние на молодежь, представляющий из себя рупор лидера мнений, отворачивается от государства, утрачивает гражданскую позицию и тем подает пример своей аудитории и другим артистам. Поэтому я призываю в данный момент сейчас всех музыкантов, актеров, то есть весь культурный цех объединяться в профсоюз для того, чтобы создавать свой штаб, штат юристов, чтобы определяться с общими направлениями и влиять, и требовать, чтобы власть нас видела, нас замечала. Потому что пока я вижу в том, как мы будем выходить из карантина, власть не видит нас, она просто нас не замечает. Поэтому нужно делать профсоюз, объединяться, чтобы как-то влиять и обращать на себя внимание.